745, прием, я 458, фаза посадки выполнена. 458, я 745, продвижение на северо-восток. Осторожно, осторожно, противник с юга. Огонь, огонь. 458, засада, прикрывайте фланги. 745, есть прикрытие. Ну что, круто, да? Ну а как вы хотите, и это не игромания. Здесь стреляют и здесь убивают. Один снаряд, и ваше существование улетает по сути, и это не игровая станция. А примотать снаряд может и из любой точки. Да, это работа, и здесь нужна команда. Здесь вы выматываетесь по сути, и если все круто, то за 10 минут с вас летает вся неуместная суть. Это работа, и вам необходим результат, после которой вы понимаете, что значит война. Война это пуля, которая может прилететь хоть откуда, и тогда конец. Конец по сути и без приблуд. Это хорошо, если вас пронесут, а может быть вы будете просто разморжены гранатой или снарядом. Что, доехали? Вот так. Это пейнтбол или стрельба с шариками, от которых не уклонишься. Я понимаю, что вы берете нормальные вещи, которые очень долго, очень долго работают. Потому что я смотрел, в интернете можно разные вещи купить, но настолько ли долго они будут работать? И еще, чем вы занимаетесь? Потому что я смотрю, что вы не только пейнтболом занимаетесь. Верно, занимаемся мы не только пейнтболом, также занимаемся лазертагом. Потому что пейнтбол все-таки больше для взрослых подходит, для детей им тоже охота пострелять. Поэтому для них используется лазертаг. То есть использование таких технологий, как датчики и лазерные указатели, они безобидны, безвредны. То есть нету боли, а тот же самый адреналин, что получается от беготни. И, можно сказать, та же самая компьютерная игра, только вы находитесь в эпицентре этих действий. То есть не больно, но тот же самый интересный. В пейнтболе у нас такого нету, там, конечно же, побольнее, но это уже более для взрослых людей. И да, как вы уже говорили, мы закупаем хорошее оборудование, мы рассчитываем на то, что оно работает более долго, более качественно. Мы его проверяем, ремонтируем. То есть за этим мы следим, так же, как и за оружием, так же, как и за одеждой. То есть каждому игроку, каждую игру мы выдаем чистую одежду. Мы следим за чистотой, мы следим за порядком, мы следим за исправностью всего того оборудования, который находится в нашем распоряжении. Чтобы людям было и интересно играть, и приятно. Потому что такие мелочи, как чистая одежда, исправное оружие, вроде бы мелочь, а в тот же момент от этого складывается общее впечатление от игры. Ну, сколько стоит, допустим, игра на шестерых человек? На шестерых человек, это как бы у нас минимально получается компания. Если поиграть в пейнтбол по 100 шаров, получается где-то примерно 2100 рублей. Тупо делим и получаем сумму такую небольшую, 200 рублей практически, да? Ну, чуть-чуть больше. Да, получается около 300-350 рублей на шестерых. В среднем это час поиграть, побегать, то есть интересно для... Просто и попробовать, и просто побегать, размяться. Это все же лучше, чем просто сидеть дома, там какие-нибудь сериалы смотреть или играть в непонятные компьютерные игры. Все же это поинтереснее будет, намного. Занятие такими вещами приносит всем уважение к человеку, наделенному оружием. Он не будет стоять и дожидаться, когда вы ему на голову наденете шарф и придушите, он будет ждать. И в вас стрелять. А там смотрите, и понятен результат, либо вы, либо в вас. Круто, да не то слово. Поднимет ли он ваше желание работать с командой, а как еще? Команда эта круто. Один в поле не воин. И даже не смотрите фильмы. Команда то, что решает все. Все, вы готовы участвовать, и тогда вас ждет пейнтбол или лазертак. Цена вопроса невысока, и я сразу объясню. Вы давайте патронов столько сможет прострелять ваше оружие. А нет патронов, и тогда вам конец. Без патронов работать не придется. И то, что помогало вам выжить, станет палкой. Так что, господа, 300 рублей за час удовольствия не суть проблемы. Это всего 5-6 долларов, зато вы поймете, как работать и как работать с командой. А куда приехать? Так место правильное, оно в центре Магнитогорска. За его единственным, по сути, колесом обозрения. Приходите те, кто хочет работать днем, ну и вечером, и ночью, естественно.